Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. И сегодня у нас с вами пятница. Сегодня у нас традиционный кулинарный влог. Уже так получилось, что третью неделю подряд я выхожу с новым кулинарным влогом в пятницу. Но это нормально, потому что впереди выходные, может быть кто-то ждет гостей и не знает, каким же салатиком их удивить. И сегодня я буду делать салат впервые. Я подобный салат уже делал. Но этот я буду делать впервые, именно с этих ингредиентов. А ингредиенты сегодня будут те, которые есть под рукой. То есть я не готовился, специально не бегал, ничего не покупал. То, что у меня было дома, с этого я сейчас вам и сделаю салат. Но прежде чем мы начнем наш кулинарный влог, я вас хочу, мои дорогие, всех вот так вот взять, всех обнимать. Спасибо вам большое, дорогие мои, еще раз спасибо, спасибо, спасибо. И давайте уже непосредственно приготовить ложки, вилки. Слюнявчики, и мы начинаем. Всем приятного аппетита. Итак, друзья, для этого салата нам с вами понадобится зеленый горошек. Кстати, зеленый горошек этот брал я в светофоре. Я не знаю, насколько он качественный. Буду с вами его сейчас пробовать, испытывать. Понадобится зеленый укроп. Укроп это у меня домашний, он мороженый, еще не оттаял. Конечно, главный ингредиент это селедка. Нужен картошка. Картошка, нужен картошка отварной. Репчатый лук и масло подсолнечное. Вы можете использовать любое. Можно масло использовать с запахом. Можно рафинированное, без запаха. То есть, это на ваши, мои друзья, усмотрение. Ну что, давайте подготовим ингредиенты для нашего салатика. Вот, я думаю, что этот салатик должен у нас с вами получиться очень вкусненько. Моя рабочая доска. Начнем, знаете, пока с лука. Почему с лука? Потому что нам лук понадобится для маринада. Я не знаю, но я, так как впервые делаю, я не знаю, сколько нам понадобится лука. На этот объем. На этот объем я не знаю, сколько понадобится лука. Ну, пусть будет. Лук я сделаю перышками. Тут, в принципе, знаете, это на ваше усмотрение. Как вам будет удобнее. Если что, то я, конечно, докрошу лука, если его не хватит. Но я пока смотрю, посередочке, вроде бы, этого лука должно хватить. Последняя вот кожура, что-то она пойдет. Пойдет. Все пойдет. Так, что мы будем делать? Я буду лук обязательно мариновать в уксусе. Так, мне кажется, должно быть вкуснее. Лук не будет слишком жесткий. Но здесь, еще раз говорю, это, друзья, на ваш вкус можно использовать сырой лук. А можно его мариновать. Поэтому я чаще всего его мариную. Потому что мне так пальцем, пальцем. Я, что здесь, о, господи, боже мой. На ОРТ, что ли? Ой. На НТВ или на каком-нибудь федеральном канале. На своем канале. Могу пальцами, могу хоть палкой залезть. Все. Лук мы замариновали. Пусть он пока стоит. Мы будем следующие ингредиенты готовить. Следующее, что мы с вами будем делать. Вот селедочку нарежем. Ну, смотрите. Я так думаю, раз у нас будет салат... Вот раз лук я нарезал перышками, то селедочку, наверное, мы тоже будем нарезать перышками. Кстати. Кстати, селедочка. Селедочка, смотрите. Селедочка, это у меня светофора. Осталось несколько кусочков. Я покупал ее в баночке. И я вот бывает, почему бы и нет. Могу ее заморозить, селедку. Если у вас остается селедка, и вы ее не едите, то заморозьте, чтобы она вообще не пропала. Ничего страшного не происходит. Но она, конечно, как и любой продукт, после заморозки может терять вкус и свойства. Поэтому это обязательно имейте в виду. Даша, не трогай штатив. Трется. Ну как? Я с кошкой сейчас разговариваю, друзья. Она это слышит, когда я что-то режу. Ей кажется, что это мясо. Поэтому вот она попрошайничает. Блин, один кусочек не почистил от кожуры. Обязательно нужно нам от кожуры очистить селедку. Очистить ее от костей. Вот я от костей-то и очистил. Вот кожуры очистил кусочки. Но почему-то у меня вот остался один кусочек нечищенный, друзья. Так, ну вот, мы с ней разобрались. Косточки я... Здесь вот пару косточек встретились. Но ничего страшного нет. Так. Теперь следующее. Нам надо почистить картошку. Нужно почистить картошку. Я, знаете, хочу еще раз вас поблагодарить. Спасибо большое, что вы все отозвались, что вам всем понравился мой кулинарный влог. Поэтому я вот буду стараться вести его почаще, чтобы вам было интереснее. Вот. И вот такой вот салатик сегодня у нас будет в кулинарном влоге. Кстати, вот картошка, вот эта картошка, естественно, домашняя. И у меня же родители в своем доме живут. В этом году опять, вот видите, вот под... Как это? Ой, проволочник называется. Подпортил картошку. Один год прям у родителей много было проволочника, но они его победили. В этом году опять напасть. Ну, в смысле, в прошлом году. Получается. В 20-м году. Это урожай 20-го года. Вы знаете, это такой салат, а-ля русская закуска получается. Еще бы я, знаете, что бы попробовал... Я бы попробовал картошку. Уже, соответственно, сейчас я ее нарежу на салат. И я бы еще, друзья, бы эту картошку бы попробовал бы в масле пожарить. Прямо шпарить ее очень хорошо. Так, ну, я думаю, что, наверное, третью картошку тоже счистим. Я не знаю, сколько по объему надо. Сейчас я вам покажу, что я начищу, что я наготовлю. И уже будем смешивать салатик, пробовать его, соответственно. Вот так вот. Так, тут у нас еще. И вот еще. Так, ну вот, в принципе, картошечка готова. Сейчас я быстренько опроскну руки от картошечки. И мы начнем дальше. Дальше у нас... Дальше у нас нужно открыть... Открыть зеленый горошек. У нас, в принципе, салат... Обратите внимание, что салат готовится быстро, на ура. Ну, просто, если есть это все до ингредиента, я не знаю, 10 минут. Вот 10 минут хватает, чтобы приготовить этот салат на семью, да? Искрываем зеленый горошек. Я боюсь, я брал в светофоре. Такие продукты, конечно, опасно брать в светофоре. Но что-то я захотел его попробовать взять. Но первое впечатление, конечно, непонятное. Давайте мы сейчас сольем. Ой, знаете, когда работал поваром, обожал просто вот этот вот рассол. Рассол, да-да-да, обожали мы рассол с Дашечкой. Смотрите, но горошек не очень, не очень на вид. Еще раз говорю, это магазин светофор, поэтому не рекомендую. Берите тот горошек, который вам больше нравится. Ну, давайте на вкус попробую. Ну, друзья, это, извините, хрень, полная хрень. Он твердый. Фу, он как бы горошек, да. Вы знаете, ну, полная хрень. Давайте я вам покажу картинку. Фуд-дэй. Хрень полная, пожалуйста, не берите. Очень... Он съедобный, но он твердый, он не мягкий. Он, знаете, не знаю, что это производство. Производство. Я в шары долблюсь, я не могу найти производство. Так, Республика Казахстан, город Алматы. Раимбек. Так, проспект Раимбека. Вот, ребята, полная хрень. Не берите, пожалуйста, этот горошек. Ну, что, ну, раз я начал делать салат, отступать некуда. Сегодня у меня будет в этом салате вот такая вот замечательная мисочка. Сегодня я отошел от той миски, от разовой той посуды. Так, ну что, всыпаем нашу селедочку сюда. Селедочку всыпаем. А, картошку не нарезал, друзья. Возвращаемся к картошечке. Возвращаемся к картошечке. Салат пока в стороночку. Все в стороночку. И нарежем картошку. Вот так, ну, как бы ее нарезать, я не знаю. Давайте. Ну, вообще, я бы, в принципе, рекомендовал ее как-то соломкой нарезать, да? Ну, давайте попробуем вот таким образом. Ну, кто смотрит первый раз мое видео, хочу сказать, друзья, я пользуюсь всегда только вот таким топориком. Я им режу все. Это очень удобный топорик. Потому что я им начинал свою поварскую деятельность. Поэтому он мне очень нравится. Ну, я не знаю. Я нарежу, конечно, соломкой. Но вы понимаете прекрасно, что картошечка, это все равно переломается. Еще раз говорю, что я еще, вы знаете, попробовал бы ее обжарить. Обжарить на раскаленном масле. Но этого делать я не буду, потому что я не запланировал. Да и у меня плита в не наилучшем виде. Поэтому жду, жду, когда мне компания Avon пришлет сертификат. И я уже пойду покупать себе новую плиту. И когда у меня будет новая плита, у нас будет, может быть, побольше даже кулинарных влогов. Вот. Поэтому ждем. Ждем. Вот. Друзья, ну, напишите в комментарии, может быть, кто-то делал такой салат. Потому что я его делал впервые. Я что-то наподобие уже делал. Но этот я делал впервые. Напишите в комментарии, кто такой салат уже делал. Я поэтому даже не знаю, как он называется. Инпровизация назовем. Селедочная импровизация. Вот. Так, ну, вот смотрите. Я буду делать, наверное, картошечки чуть побольше. Но третья картошка, она, наверное, будет лишняя. Тоже перебор не нужен. Нам в салате абсолютно перебор не нужен. Самое главное, знаете, во всех салатах, это количество ингредиентов. То есть, если вы чего-то сделаете много, а чего-то мало, то, соответственно, и вкус салата будет, соответственно, не очень. Поэтому здесь, я думаю, что в этой пропорции мы сделаем не одинаковое, а картошечки, видите, у нас будет чуть-чуть больше. Дальше, что мы с вами делаем? Горошек. Я вроде бы воду слил. Так, вроде бы воду слил. Ну, тогда горошка, горошка буквально, наверное, наверное, вот столечко. Всю банку я не буду захерачивать, всю банку я не буду, потому что, вы знаете, мне горошек не понравился. Но куда деваться, он съедобный. Будем есть. Теперь, что у нас, лук маринованный, мы отжимаем от маринада и я его сейчас буду немножечко мять. Чуть-чуть его помну и добавляем его в наш салатик. Немножко помял его, чтобы он не такой был жесткий. Ну, в принципе, теперь масло. Давайте немножечко мы разгребем наш стол. Доска у меня рабочая, красивая, изношенная. Надо все новое купить. Так, ну вот, друзья мои, наш салатик почти уже готов. Добавляем сюда масло. Я не знаю, сколько. Сейчас посмотрим. Так, столовая ложка. Две, три, четыре. Ну, я думаю, да, пятая ложка, мне кажется, лишняя была. Ну, я добавил. Где-то четыре ложки, я думаю, наверное, достаточно будет для этого салата. Так, что мы еще сюда... Перец. У меня есть вот такой вот букет перцев. Обязательно поперчить, посолить. Это по вашему вкусу. По вашему вкусу. Поэтому делаем как есть. Ой, ну все, мне все не нравится. Третий кулинарный влог. Салат-импровизация селедочная. Так, и я еще сольку. Сольку я еще сольку. Ну, и сольку вот посолил. Все. Если что, лучше досолить. А, ну и, конечно, наш... Ну, этот мы сейчас в конце, в самом, размешаем наш салатчик. Теперь, знаете, такая штука, что надо его так размешать, чтобы у нас картошечка-то, которая соломочкой, она у нас разошлась. Потому что, сами знаете, кто готовит салат из вареной картошки, прекрасно знают, что она у нас... Вот. Ну, смотрите, у меня прям картошечка, прям целая, ничего не развалилось. Вот, ну, так как я первый раз готовлю, я хочу сказать, по ингредиентам, вот так вот я визуально смотрю на салат, все нормально. Может быть, я бы лука добавил, но я люблю лук. Вот. А так, в принципе, вот это вот... Вот это вот уберем. А так, в принципе, все. Друзья, добавляем наш укроп. Вот укроп, но... Видите, он у меня... Укроп влажный, потому что... Потому что он мороженый, заготовка на зиму. Ну что, дорогие мои, вот такой вот, в принципе, несложный салат, да, получился. Интересный. Но насколько он вкусный, давайте сейчас будем дегустировать. Так, вот он я появился с салатом. И так, наш салат готов. Сейчас я еще чуть-чуть его помешаю. У меня слюнки бегут вообще. Я не знаю, друзья, что получилось. Давайте, по традиции, я попробую. Ну, наверное, надо было вилку взять, потому что... Потому что, друзья мои, тяжело будет грызть. Я сбегал за вилкой. Ну что, приятного аппетита! Я взял вилку, потому что лук, видите, он такими перышками, что с ложкой... не получится. Друзья, горошек подвел. Горошек прям сильно подвел, мне не нравится. Салат прям интересный. Лук. Лук. Лук еще не промариновался. Он еще свеженький такой, знаете, еще хрустит. Вот если вы не любите, чтобы он хрустел, промаринуйте лук, я не знаю. Может быть, там полчаса или час. Мне нравится то, что он хрустит. И то, что он с уксуса, это прям фишка-фишка. На соль. На соль нормально, на масло нормально. Ну, блин, горошек, я прям... Я прям расстроился, друзья. Горошек прям терня. Где он у меня? Вот. Не берите эту хрень, пожалуйста. Хрень полуная. Ну что, а так, в принципе, неплохо. Импровизация получилась. Я доволен. Еще, знаете, лук можно... Все-таки у меня, видите, у меня просто лук попался крупный. То есть, надо брать среднюю луковку, чтобы вот такими перьями он не получился. Зато вот такими огромными перьями в салате он смотрится очень даже ну, красиво. Салат весь такой с перышками и очень даже неплохой. У поваров есть такое правило. Если что-то упало, то 5 5 секунд продукт не пропадает. Вот. Слушайте, ну что, дорогие мои? Ой, мне понравился наш третий кулинарный влог получился. Я счастлив. Вот горошек подвел. Он, знаете, он такой, как будто его только что со стручка сняли и бросили сюда немножечко вот он размяк и все. Горошек твердый и невкусный. Но есть можно. Вот, друзья мои. Вот такой вот получился кулинарный влог. Спасибо большое, что вы меня поддержали. Поддержали эту идею. Вроде бы канал косметический, а тут раз и бац и кулинарный влог. Вот. Спасибо еще раз вам большое. Пишите отзывы, пишите комментарии. Давайте присоединяйтесь. Давайте с вами обсудим, как вам такой рецепт. Кто его может быть делал, я не знаю, рецептов множество. Но я делал в первую репь. Еще раз импровизация. Назарем его селедочная импровизация. Салат селедки. Русская закуска такая. Еще, еще. Сюда можно было бы добавить, наверное, лимона. Кстати, давайте попробуем. Я вернулся еще раз к вам. Для меня сейчас идея дошла, а почему бы не добавить лимона. Друзья, у меня, у меня, у меня, у меня все хорошо. У меня такая была ситуация, что я как-то месяц, наверное, назад на рынке женщина предложила лимоны, они уже немножечко начали портиться и очень дешево, получается 50 тенге штука. Обычно, чтобы вы понимали, лимон стоит где-то 150 тенге. Вот, я взял, очистил от кожуры лимоны, от косточек, естественно, и на блендере перехерачил, можно так сказать. И вот, что у меня получилось, вот такая вот кашица. Я люблю чай пить с лимоном. И что мы сейчас с вами сделаем? Мы добавим в салат лимон. Но весь салат мы добавлять мы не будем, чтобы, как говорится, не испортить. Я его добавил в тарелочку и сейчас посмотрим. Слушайте, ну мне кажется, с лимоном должно быть намного интереснее. Вот. Поэтому, если есть лимон, можно, в принципе, пить. Да, да, да. Ребята, супер. Идеал. Я дошел до идеала. Я сделал идеальный рецепт. Записывайте. Селедка. В описании видео я напишу. Все. чудо из чудес. Чудо из чудес. Еще добавьте сюда каплю, несколько капель лимона, чтобы не перестараться. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Вот такой вот у нас получился салат. До встречи в следующем кулинарном влоге. На этом у меня все. Всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok